Верните наши документы! Верните наши документы! Эти люди приехали из многих городов Казахстана. Здесь ипотечники разных банков, но местом встречи был выбран Народный банк. Требование у всех одно в унисон. Списать проблемные займы и вернуть документы на жилье. Вот начали мы сегодня акцию вот такую здесь, вот с Народного банка. Почему? Потому что 26 марта первым пресс-конференцию заявил, что списали 5 миллиардов проблемных займов Народный банк. Вот и начали с Народного банка. И вот каждую неделю по банкам будем ходить и требовать. Расписали, возвращайте документы. Эту цифру в 5 миллиардов тенге ипотечники услышали на пресс-конференции председателя правления Народного банка. Якобы именно столько проблемных займов в денежном эквиваленте списали в прошлом году. Сегодня же у здания городского филиала должникам объяснили, что финансовая амнистия коснулась лишь юридических лиц. Вопрос признания банкротами простых граждан пока на стадии обсуждения. Сейчас Национальный банк утверждает новые правила, которые будут действовать до конца 2015 года. После их утверждения мы будем дальше продолжать вопросы по списанию задолженности. Банкиры, которые вышли к митингующим заемщикам, утверждают, что банки всегда идут навстречу клиентам. Однако просто так взять и списать долг невозможно. Главы финанситутов открещиваются от того, что имеют отношение к выселению должников из заемных квартир. Между тем, примеров, когда казахстанцев лишают единственного жилья, предостаточно. В 2013 году в декабре месяце меня выкинули на улице куча бандитов. Самых натуральных бандитов пришли и выкинули меня пенсионерку на улицу. И я везде хожу, жалуюсь, нигде не могу добриться правды. Многие живут словно на пороховой бочке. В любой момент приставы могут попросить их с вещами на улицу. И это при том, что за жилье люди исправно платили на протяжении нескольких лет и немалые суммы. Сейчас как банки делают? Они сейчас заочные решения судов принимают полностью. Люди не знают, а им уже заочные решения принимают полностью. Люди даже на суды их не вызывают. Все делают для того, чтобы люди не знали и принимают заочные решения. Когда мы спросили, почему вы так делаете, менеджеры банка нам сказали, мы выполняем указания Назарбаева, списываем проблемные долги. Пожалуй, только одной новостью банкиры слегка утешили своих несчастных клиентов. Финансисты согласились, что разбираться с каждым случаем нужно индивидуально, а не действовать огульно, как это стало модно в Казахстане в последнее время. Верните наши документы!